Смотрите предыдущее видео. В этом видео я пододвинул раевню ближе к улью, чтобы пчёлки могли быстрее добраться до своей матки. И стал смотреть, все ли пчёлки знают, где их матка. Сзади раевни неудобно смотреть. Я вернулся, и тут я заметил, что пчёлки ползут сверху вниз. Вот здесь. Я посмотрел вверх и увидел целую кучу пчёлок, которые жалобно жужжали. Их там было около 200 штук. Что же делать? Подумал я. Как помочь этим пчёлкам? Как сделать так, чтобы они почувствовали запах своей мамы, своей матки? Я подошёл с другой стороны и увидел, как одна пчёлка прицепилась вверх лапками за улей и сильно и быстро махала крылышками, чтобы запах матки быстрее дошёл до тех пчёлок, которые потерялись. Но здесь я не мог помочь. Я снова вернулся и решил получше посмотреть, как же мне помочь пчёлкам. И тут я опять увидел несколько пчёлок, которые не ползли, а стояли и сильно и быстро махали крылышками. Теперь уже рядом с теми пчёлками, которые не могли понять, куда же им теперь идти. И их было много. Например, вот. И ура! Я увидел, что до потерявшихся пчёлок стал доходить запах их мамы, их матки. И они быстро ползли навстречу этому запаху. Вот пчёлки, вентиляторщицы. И вентиляторщицы. И они часто уверены这是 первой группой. И она itt действительно одного. И здесь всего лишьanship пчёлками. И здесьapse, это ихEEEE один из космического источника покрасилаames и без became дsub – так что, здесь это является непречимая пчёлка, и рекоменглав choreography, здесь думаю что человек, И пчелок, которые гнали ветерок с запахом мамы, становилось все больше, а толпа потерявшихся пчелок становилась все меньше. Вот здесь почти 10 пчелок встали друг за другом и создали живой вентилятор и изо всех сил дули на потерявшихся пчелок. Пчелы понимают, что еще не все из их семьи перешли в дом в улей и помогают тем, кто еще не понял, куда нужно идти. И посмотрите, как интересно они зовут их домой. Они не подходят, не кричат, не толкают, чтобы все шли домой. Они не подходят и не объясняют, куда нужно идти, не показывают пальцами или лапками. Они просто машут крыльями и создают ветерок. И этот ветерок несет запах мамы. И когда этот ветерок с запахом любимой мамы доходит до потерявшихся пчелок, эти пчелки сами понимают, куда им надо идти. Операция по спасению потерявшихся пчелок завершилась успешно. Все они зашли в дом, в улей, где их ждала мама. Операция по спасению потерявшихся пчелок.